Всем привет! Хочу рассказать о очередной фотосессии, которую я недавно провёл. Вообще, это будет открытая серия, то есть серия, которая может бесконечно графоманить, продолжать, снимать, снимать и снимать. То есть такая долгоиграющая идея, которая заключается в том, что я где-то подсмотрел или просто это как-то скомбинировалось. Но сама по себе идея не супер нова, когда достаточно крупным планом снимается портрет человека в окружении каких-то там паттернов, либо текстур, либо того. Как правило, это всё снимается на какой-то красоте. Красота на красоте, да? Девушка в цветах, в кустах сирени или ещё что-то. То есть такие вот какие-нибудь бакешки красивые, огоньки на заднем плане. То есть что-то такое, достаточно крупным планом, и вокруг что-то находится. Что? То, что обрамляет. И я подумал, почему бы не снять в чём-то дурацком, в чём-то нестандартном, не гламурном, не красивом даже. И даже, может быть, создать какую-то провокацию. То есть красивая девушка среди какого-то трэша. И таким образом родилась эта идея поснимать. Осуществил я первую такую съёмку. Там что-то снималось на натуральных материалах. Причём фантазия мне говорила, используй всё подряд. Что-то снималось на натуральных материалах. Что-то я потом в нейросети пытался генерировать какие-то вещи, какие-то материалы, текстуры. Фотографии чуть позже будут. В чём, собственно говоря, масштабность этой серии, её открытость? Это то, что этих материалов, на самом деле, может быть самое бесконечное количество. Это может быть что угодно. Любая фигня, в которую можно положить человека, вокруг навалить, наложить, насыпать, налить, облить, накромсать. И, собственно говоря, сверху вниз чик-чик фотографировать. В качестве формата я решил взять квадрат, как наиболее подходящую для этого масштаба и для этого проекта формы. Поскольку квадрат позволяет достаточно крупным планом снять человеческое лицо. Оно не останется слишком много негативного пространства. И при этом квадрат всё равно оставляет достаточно места, чтобы показать, в чём, собственно говоря, человек лежит. Вот. К сожалению, я поздно спохватился, чтобы записывать Бекки со съёмок. Да и, честно говоря, сами Бекки записывал там, пропуская какие-то моменты, какие-то материалы. Можно было всё это делать существенно подробнее, что ли. А может быть даже попросить какого-нибудь оператора, чтобы он это со стороны поснимал. Идея, конечно, достаточно графоманская. И длиться это всё будет до тех пор, пока мне самому не надоест. В каком-то смысле это даже, ну, скажем так, какой-то эксперимент и какой-то творческий поиск. И фишка в том, что мне интересна реакция как модели. Так мне интересно посмотреть в сочетании лица с различными материалами. Но больше всего, конечно, интересна реакция публики на ту или иную фактуру с тем или иным, когда человек там или иначе. То есть какие-то вещи принимаются более положительными людьми, какие-то более отрицательными. Где-то даже возникает некий протест у людей, которые смотрят и которые говорят, нет, фу, так снимать нельзя. Хотя до реального трешака я ещё не добирался. Он ещё где-то там впереди меня ждёт. Потому что для этого нужны смелые модели, для этого нужны люди, которые согласятся. Ну, я так сейчас утрированно скажу, конечно, едва ли такое когда-то будет снято. Например, снять красивая девушка с макияжем лежить среди кишок, например. Кишки вокруг, да, чьи-то там животного какого-нибудь. То есть вот такой трешак, конечно же, не думаю, что прям вот в ближайшее время мне кто-то подвернётся. Может быть, когда-нибудь, да. Ну, что-то подобное я хочу снять. Вот. Такая вот история. Сейчас пойдут несколько вставок из того, собственно говоря, как это снималось, в каких условиях. Свет достаточно простой использовался. Это, ну, если человек стоит, это был бы верхний свет куда-то чуть спереди и сверху. А поскольку человек лежал, то, соответственно, этот же самый свет был немного позади него и чуть выше. Это в качестве рисующего света я использовал либо софтбокс 85 сантиметров круглый, параболический. В некоторых случаях я ещё дополнительно его пускал через небольшую фрустраму, диффузную ткань, чтобы ещё более мягким его сделать. И в обоих случаях я ещё использовал, кроме первого самого случая, когда первую вообще съёмку проводил, там я только один источник чётко использовал. И он был не сверху, а чуть сбоку. А вторая и третья съёмка, она уже шла именно источник сверху. И ещё дополнительно, ну, как человек лежал, получается, фронтально на него работал большой зонт на отражение с диффузной тканью в качестве заполняющего, чтобы немного тени подсмягчить. Вот. Ну, вот так вот проходила эта съёмочка. Сейчас просто вставки, фрагменты. На первых текстурах решил сделать мягкий свет, это будут армейские ремни, поэтому дополнительно вот так вот диффузор ещё расположил. Посмотрим. Это у меня заполняющий, если понадобится. Запасы. Гречка. Гречка. Ещё всё будем использовать. В этот раз я вовремя вспомнил о видео. Алиму будем сейчас в духовку помещать. Я, как обычно, поздно отдупляю, поэтому пропустил все материалы, которые сегодня снимали в данной локации, с данной моделью. Вот. И остался у нас только лёд. Ребят, натуральный лёд. Наморозили его в морозилке. Только что Ирина прям наржевала. Прошла. Крещение. Да, да, да. И вот гвозди ещё были. То есть, это вообще было интересно на самом деле. Ну, посмотрите на фотках, короче. Как видите, проходило достаточно весело, собственно говоря, экспериментально. Конечно, некоторые материалы, они были такие прям, пачкались-пачкались, типа уголь там, всё такое. Ну, и вот, собственно, в конце такие вот получились картинки. По хронологии сначала пойдёт первая съёмка, которая была проведена с девочкой. И там я ещё использовал потом какие-то материалы, которые сгенерировала нейросетка. Потом я решил отказаться от этого и перейти полностью на натуральные материалы, потому что на самом деле это классный экспириенс. Это опыт, как вообще в целом работать с чем-то, с какими-то там вот этими хреновинами. Так и для модели это опыт погружаться во что-то такое натуральное. И в целом это интересно. И самое прикольное, что я этот проект делаю по ТФП. То есть, не за деньги, а именно такой творческий. Разместил объявление и очень много откликов идёт. То есть, действительно, моделям это интересно. То есть, люди, ну, как моделям в кавычках, девчонкам, которые хотят пофотаться. Это интересно. Как бы, видимо, есть определённая, может быть, необычность в этой задумке. Вот. Так вот, первая съёмка. Потом по хронологии пойдёт вторая съёмка. Там уже только натуральные материалы. И последняя, третья съёмка. Ну, она не последняя, она, скажем так, из тех, которые я снял. Потому что впереди ещё будут съёмки. Я ещё пока, скажем так, не насытился. Мне это пока ещё не надоело. Вот такая вот история. Всё. На этом прощаюсь с вами. Пишите ваши комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И приятного просмотра фотографий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok